Итак, теперь мы научимся создавать и отправлять репо, репозитории. Значит, открываем нашу менюшку и нажимаем «Мои репозитории». Вот они, да? Дальше нажимаем «New». И давайте назовем, как я назвал, ну пусть будет «LessonGid». И здесь вы можете написать описание. Нажмем «Приват» и пока ничего не заполняем. Ну, как видим, мы здесь можем добавить файл «Gitignore». Его надо обязательно добавлять. Иными словами, какие файлы будут игнорироваться? Потому что, во-первых, у вас не так много на бесплатном аккаунте места. А возьмем, заброшим файл, там, большой видео, да? Понятно, что GitHub его не примет. Поэтому все эти файлы, видео, все, что кроме кода, будет блокироваться. Но мы пока, допустим, не будем это делать для того, чтобы получить ясную картинку. Нажмем «Создать репозиторий» и у нас высветится действие, которое мы хотим сделать. По-простому, что такое репозиторий? Это обычная директория, где будут храниться куски, не куски, а будет храниться код. Значит, у GitHub называется фиксация кода. Иными словами, код будет сохраняться на определенном этапе разработки. Иными словами, написали мы вот файл, да? В файле написали Python, в файле с расширением Py написали класс, да? И после этого мы будем делать несколько действий. Сначала нам надо будет создать сам этот репозиторий на компьютере. Сейчас я объясню. Потом нам надо будет добавить это. Давайте проделывать сразу. Итак, сейчас у нас репозиторий пустой. Если бы мы создали файл, то уже был бы другой алгоритм действия. Но я сначала хочу показать такой алгоритм действий, где мы сначала создали репозиторий, а потом будем на компьютере то же самое делать. Теперь заходим на компьютер. Нам сейчас надо просто скопировать имя репозитория без гид, да? И заходим, и создаем, где вам удобно, такую же директорию. Вот я ее создал. LessonGid. Теперь мы можем эту директорию открыть. Я открыл VS Studio Code, здесь будут нюансы. Поэтому я не зря это открыл. Вот она открыта. Значит, мы говорили, что это система контроля версий. Иными словами, состояние кода на данный момент можно сохранить. Это называется commit. Сохранение commit, да? С комментарием. И отправить. Потом мы дописали еще один класс. Проверили, что все работает. И сохранили уже это состояние. И так далее. То есть поняли. Кроме этого, можем создавать ветки. Это в будущем научимся. Иными словами, данный код не трогаем, а создаем как бы новое направление, ответвление кода. И там проверяем наши мысли. Все заработало. Мы можем то, что мы создали ответвление, слить с основной. С тем, что было раньше. Ну, пока не полезем дальше. Пока так. Итак, когда мы создали директорию, такую же, как название репозитория, мы первую команду, во-первых, надо гид установить. Раньше я говорил, на linux-gid apt install то есть совсем сюда apt install git у меня он стоит. Но я просто набрал немножко не так имя. Айо-моё! Второй раз не так набрал. Ну, бывает. Невнимательность всегда все все есть. Теперь нам надо в этой директории, мы открыли папку именно внутри lesson-gid, зашли в нее, да, вот она. Надо активировать сам гид, git init команды. После этого у нас появились подсказки, а в самом гид, если посмотреть, создала скрытая папка git. В нее залазить не надо, все в ней будет сохраняться, просто все это потом будет делаться при помощи команды. У нас есть сейчас один файл. Мы берем первую команду, которая говорит git все это добавить в ту папочку скрытую, да, git add и точечка говорит добавить все. Добавлено. Следующим шагом я могу зафиксировать именно этот код. Это называется фиксация или commit. А простыми словами сохранить. Просто сохранить именно этот срез кода. Поэтому я беру, делаю так, команда git commit то есть создать commit фиксировать сохранить синонимы, да, m и m указываю флажок, что я хочу написать комментарий прямо здесь и пишу first первый, да, пусть будет так. Нажимаю enter. Мне показывает, что добавлен один файл, да, pypy, то есть вот этот наш файл. После этого я если попробую отправить git push команда то ничего не отправится. Поэтому даже пробовать не буду. Почему не отправиться? Но ведь надо знать указать, куда отправить. Поэтому я лучше наберу команду git remote v удаленные соединения иными словами ссылки git написал вам домашнее задание. Вам необходимо найти как узнать справку по командам git. Наберите в интернет посмотрите, да, то есть запрос будет такой. Как узнать вывести справку по определенной команде git. Я думаю, что найдете, да, то есть вот там вам надо посмотреть команду и допустим команды comet и там вывести все флажки. Я думаю, справитесь. у нас пустое. Видите? Поэтому мы заходим в наше соединение и здесь у нас есть HTTPS и SSH. Мы берем SSH. Копируем. Он без HTTP протокола. можем вставить. Теперь нам надо дописать. Все начинает с команды git. Git. Дальше. Удаленное. Добавить. Origin. Origin это алиас. просто вот так привычка когда отправляют алиас берут Origin. Хотя вы можете назвать допустим если ветка будет Mine вот как здесь то понятно что алиас будет называться отправление будет Mine. Но тем не менее то есть ветка все равно пошла эта привычка Origin и вы тоже привыкнете потому что другое слово ставишь как-то уже не по себе да хотя можно называть как хотите да говорю но привычно работать с такими вещами все добавили теперь мы можем проверить что у нас добавилось и мы видим два адреса сейчас вот push отправка и фич но фич только пока фич не будем трогать пока все я думаю что вот здесь есть нюанс у вас может его и не быть но в любом случае если мы терминал отправляем это одно если мы отправляем своя студия кода то она попросит авторизацию поэтому давайте попробуем теперь я хочу залить залить это в репозиторий я беру git push есть команда push и пуль push отправить пуль получить push отправить origin но мы здесь посмотрим и было бы неправильно мы могли сразу создать ветку git branch но пока это не будем вы это будете делать на своих репозиториях потом будем с ветками мастер вот среда высветил основная ветка называется мастер enter я думаю что вот видите написала репозиторий не существует не удалось прочитать из внешнего репозитория давайте попробуем тогда перейти в командную строку командную строку это же открою в командной строке открыть терминале и наберу эту же команду давайте попробуем изменить флажок а я вам давал домашнее задание посмотреть флажки гид пуш сейчас поставим f все та же ошибка я не зря это показал этот вариант который потом требует времени обратите внимание когда у вас будет первый раз все должно пойти нормально но потом начнут возникать проблемы когда когда вы начнете добавлять разные ключи допустим добавляли с одного потом начали работать с другим и короче грубо говоря просто не зная что делать давайте для этого вот что сделаем нам надо сюда сообщить чего-то нам добавить во-первых первую команду которую мы давайте введем нам надо правильный ssh агент но здесь вот я его ввел да вот команда eval.sh агент она ничего не дает поэтому давайте тупо добавлять вручную то есть ssh при первом запуске это не надо но говорю что это варианты которые понадобятся дальше флажок k далее windows надо смотреть где директория в линус я указываю домашнюю пачка папка ssh дальше и по сути дела это можно было в командной строке но давайте чтобы воочию посмотреть вот наш айди да bov under да который мы делали мне его надо сюда добавить попробуем вот теперь видите высветилась фраза да которую мы вводили так все нормально теперь давайте попробуем git push все пошло нормально еще один нюанс ребят который может быть встудия кода и наверно пачаром они и другие вещи они на git могут git может попросить авторизацию просто она у меня есть иными словами у вас высветится чтобы один раз встудия кода значит авторизовалась если так будет то здесь высветится там введите email аккаунт и пароль это вы сделаете один раз потому что и по сути дела ctrl shift p попробуйте вообще набрать вот смотри github да наберем здесь вверху здесь будет что у нас здесь вот у меня видите здесь совсем другие репозитории поэтому оно не давало то есть мой ключ который работал он работал так он был настроен работать вот с этими хостами поэтому пришлось вправить это обязательно возникнет ошибка поэтому знаете как решать все теперь давайте мы можем зайти свободно на а что я удалил так сейчас же я расстроюсь ладно черт с ним зайдем наш наш репо и мы можем уже вот видеть наш репозиторий да и там мы видим наш файл вот он его можно открыть теперь давайте попробуем внести изменения нажимаем на карандаш и добавляем еще один класс только там уже на сервере комик то есть тоже идет сохранение можно обязательно давать описание еще один класс сохраняем все сохранилось теперь если мы попробуем отправить то нас предупредят отправляет не получится не получится да и оно пишет например то есть здесь пишут перечисляют подсказ которые делают нас интересует подсказка гидпуль так это я уберу то есть надо себе забрать давайте попробуем сначала просто вот вводим да все пошло отлично открываем наш файл пайпай и что мы видим мы видим раз класс гид 2 то есть вот так идет поэтому когда работает с командой сначала всегда проводится команда пуль там тоже есть свои нюансы вообще-то не буду вас томить ребята давайте наберем гид пуль гид шелп пуль и вот и вот у нас пошли целая справка которую мы можем вывести кто хочет переведите и флаги и все тут вариантов тоже много кю это выход так ребят вот это действие самое простое и самое первое но сейчас запомните первым делом что вы должны сделать в репозитории это дальше это вам домашнее задание точно и сейчас это делаете не потом это добавить туда файл гид игнор я добавляю там свои но на гид вы сейчас набираете вот вот так как создать на гид хаб помните ведь при создании репозитория нам предлагалось создать но его можно вот высветилось docs да именно гид хаб его можно создать создать да по сути дела тут варианты и глобальный конфиг самым простым вариантом ну и наберете сделаете вот стандартное наполнение наполнение можно посмотреть так но оно у вас будет заходим в наш файл создаем новый репа new и создаем любой репа да дальше пусть он будет публик или приват создать файл гик игнор давайте выберем шаблон пусть это будет python python да create и readme файл я забыл добавить то есть описание сейчас не то откройте его вот здесь стандартный теперь вы можете что сделать взять этот файл просто если вы не создали то здесь мы открываем создаем файл ручками дальше копируем вставляем обратите внимание я сейчас не буду рассказывать потом просто звездочки обозначают где много иными словами все эти файлы они не будут отправляться все это позже тут вариантов много что мы сделали вот мы добавили файл давайте попробуем запушить гид пуш не получится почему коммита нету ребят это же уже новая копия с другим файлом поэтому у нас не получится закоммитить потому что апдейт давайте-ка попробуем а у меня стоп вот странно на на битбакет так что-то нифига не пропускало это странно тогда ребят юр репозиторий не не отправился все правильно мы не можем отправить его так и должно быть а почему потому что нам надо что сделать опять провести команды гид ад вы видите в среде показывается что нифига не добавлено дальше гид коммит то есть пишем а почему ошибка потому что флажок м вот как раз и научитесь не поставил поняли да зачем флажки иначе чего-то не будет происходить все вот теперь пошла запись видите вот так не получалось теперь открываем обновляем наш файлик здесь и теперь гид help push ну давайте уже до конца с вами в общем-то и открывайте читайте для для каждой ветки которые знали на успех справиться добавьте вверх по течению ссылка используя гид пуль без аргументов заполняйте информацию бла-бла-бла гид пуль один без аргументов ага идите и разбирайтесь набирайте чтоб что-то вам оставить я выхожу все пока да ребят в школе мы работаем с проектом на гитхаб для этого ребятам уроки первые пишу self.ai spb-tut.ru будем и что мы делаем и обучаемся языку программирования и разрабатываем все вместе